Дорогие друзья, всем привет, Виталий Кох на связи и сегодня у нас рубрика ответы на часто задаваемые вопросы в индустрии сетевого бизнеса. И как я уже говорил из прошлого видео, что сегодня на повестке дня рассматривается вопрос, один из главных, я считаю, вопросов, это критерий при выборе сетевой компании. Ну, давайте я начну сначала с таких внешних факторов, перечислю кое-какие, так скажем, аргументы, а потом уже перейду к фактам. Итак, друзья, первый и основной критерий при выборе сетевой компании является, ну, конечно же, это минимальная работа на международном рынке минимум 5 лет, друзья, даже не 3, друзья, просто по закону Паретто, наверное, вы знаете, что бизнесы 96% в течение 5 лет разваливаются и потом в течение 10 лет остальные 4, которые на плаву, остается всего один. Так вот, друзья, минимум 5 лет, чтобы компания была на международном рынке. Это первое. Значит, второе, это естественно востребованный продукт, друзья. Как понять продукт востребованный? Ну, вот если, образно говоря, вы выбираете компанию и пока еще не сталкивались с ней, вам предлагают, например, какой-то купить продукт, там, БАДы, либо бытовую технику, либо еще что-то подобное, вы спросите себя, то есть вы купили бы этот продукт, он вам нравится, он у, так скажем, людей пользуется спросом? Вот это есть очень важный критерий, понимаете? Почему? Потому что, по сути, продукт является лицом компании, как я уже говорил. Очень важно также, друзья, чтобы, естественно, было наличие всех именно мировых сертификатов и основными, основными, я считаю, три главных сертификата, я их перечислял. Первое, это FDA, американский сертификат качества. Второе, друзья, это халяль, мусульманский сертификат. И третий, это Кашер, это еврейский сертификат качества, друзья. Также есть ISO, там, 99, также есть французские сертификаты, то есть это уже дополнительные, так скажем, вещи. Но еще очень важный, очень важный фактор, вот именно по продукту, друзья, это уже третий фактор у нас идет, это очень важно, чтобы у компании была своя производственная база. Раз. И второе, друзья, чтобы был свой научно-исследовательский центр. Почему? Почему, друзья? Потому что очень важно, чтобы в компании постоянно разрабатывались какие-то новые инновационные продукты хай-тек. Если это связано с велнос-индустрией, то это, естественно, продукты здоровья, красоты, молодости. Если это, допустим, связано с туризмом, то это наилучшие, самые наилучшие поездки, допустим, такие компании, как Инкрузус, образно говоря, да, либо там другие какие-то туристические компании. Это третий фактор. То есть это все пока у нас идет внешний фактор. Кстати, про производственные базы, друзья, очень важно, чтобы в компании был завершенный цикл. То есть, ну, первое, естественно, производственная база. Второе, логистический центр. Третье, это, конечно же, доставка по всему миру. Четвертое, как минимум, это центр продаж. Ну, офис, я называю ЦП, центр продаж. В каждом, допустим, городе не менее там 500-300 тысяч. Просто сужу, допустим, по своему населению города. У нас 350 тысяч населения. И в тех компаниях, которые я, например, знаю, сегодня мировые компании, которые есть в нашем городе, есть и не один, и не два офиса. Хотя сейчас все объединяются, друзья, потому что сетевой бизнес – это командный бизнес. Дальше, ребят, все-то запутался. По-моему, четвертый, да, это был или третий фактор. Ну, неважно. То есть, вот смотрите, чтобы обязательно был вот этот вот завершенный цикл. Обязательно доставка от двери к двери. Соответственно, чтобы раз-два в неделю у вас постоянно был востребованный продукт. Это очень-очень важно. Дальше, друзья, теперь, то есть, как бы перечистил такие внешние факторы. Постепенно, если что-то еще… А, ну да, конечно, само собой, то есть, это маркетинг-план, ребят. Это, естественно, маркетинг-план. Почему он важен? Ну, во-первых, потому что очень важно понимать, сколько вообще лидерского звена имеют возможность зарабатывать определенную энную сумму денег. Вот это тоже очень важно при выборе именно сети. Нужно будет проанализировать полностью саму компанию. Нужно будет проанализировать весь маркетинг-план. То есть, углубиться серьезно с каким-то очень высоким лидером, с большим, так скажем, с большого статуса и поговорить с ним на чистоту. То есть, чтобы он показал реальные возможности, реального дохода. Через сколько вы там, два-три месяца можете выйти на какой доход? Естественно, при этом делая те действия, которые требует от вас, так скажем, именно сетевая индустрия. Это тоже очень важно. Система обучения – это вот внешний фактор, который является, естественно, основным тоже критерием. Система обучения именно с начального звена и по уровню поднятия карьеры. То есть, есть определенные уровни там для, образно говоря, новичков, для среднего звена, для высшего звена и уже непосредственно для, так скажем, генералов и, естественно, для самого маршала. Ну, образно говоря, я так называю, пять ступеней в бизнесе таких важных, важных по развитию, по обучению, по поднятию, по карьере. Вот, поэтому вот эти вот факторы очень важны. А теперь, друзья, переходим именно к внутренним факторам, от которых зависит процветание компании, друзья. И первое, ребята, первое – во главе стоит лидер компании. Запомните, если во главе стоит лидер, который на сегодняшний день, первое – сам обучается, который сам проводит семинары, который заботится о своем первом уровне менеджеров, которым он нанимает тренеров, которых он им отдает бразды правления и только лишь проверяет. То есть уровень маршала, друзья, даже не генерала, ребята, уровень маршала. Вот это очень-очень важный фактор. Обратите внимание, просто на сегодняшний день я назову сейчас компании, ну, которые как бы постоянно у меня на слуху. И, естественно, первая компания – это компания само. Обратите внимание, если сегодня номер один не обучается, то он сегодня либо стоит на месте, либо катится вниз. Дальше, второе. Обратите внимание, компания X100. Алекс Яновский – самая мощная в школе система обучения онлайн. Дальше, третье. Возьмите, допустим, таких парней, которые сами после сетевых индустрий создали свои компании. Артем Нестеренко – компания Pride. Дальше. Игорь и Ламаро Жабины сегодня создали что-то по новым диджитал-технологиям. Точно не знаю, но они создали эту компанию, и я постоянно с ними общаюсь, и они постоянно обучаются. Постоянно обучают и сами обучаются, друзья. Это очень и очень один из главных факторов, ребята, поверьте. Можно много еще приводить примеров. Для примера могу привести две сетевые компании. Это компания Тиньши, президент господин Ли Динь Юань. Это настолько человек слова. Он держит каждое свое слово, друзья. Он настолько заботится о своих дистрибьюторах. Он настолько заботится о своих менеджерах высшего звена. Это Гороховская, компания Siberian Wellness. Друзья, это молодая, красивая девушка, которая создала компанию в 20 с небольшим, 21, по-моему, лет. И на сегодняшний день великолепно двигается с огромнейшим успехом по многим странам мира. Это очень важный критерий, друзья. Проверьте, посмотрите его. Дальше второй критерий, очень важный, друзья. Уже сказал, то есть сколько лидерский состав может зарабатывать. И еще один очень важный состав. Кроме того, что сама компания делает обучение от системы, очень важно понимать, насколько ваш лидерский состав делает свои обучения именно со своими структурами. Либо с параллельными, с параллельным лидером, то есть, либо не пересекаясь, только чисто со своей большой структурой, либо онлайн, либо оффлайн. Это очень важно, друзья. Потому что один из секретов сетевого бизнеса – это рост и развитие, это постоянное обучение, друзья. Второй критерий успеха в сетевом – это закон прозрачности. Это никогда никого не обманывать, а говорить честно. Я только начинаю свой путь и вижу очень большие перспективы. Есть люди, которые начинают привирать. Эрик Уорре как-то сказал, что большие проблемы в сетевом из-за того, что много людей преувеличивают и много людей врут. Ну и третий, друзья, критерий успеха в сетевом маркетинге – это, естественно, закон Томаса Леонидов. 10% плюс 40% плюс 50% равно 100% успеха, из которых 10% – это всего лишь наши знания, навыки и умения, 40% – это образ мышления и 50% – это наше окружение. Будьте внимательны, кем вы себя окружаете. Будьте внимательны к своему кругу общения. Будьте внимательны к тем книгам, которые вы читаете. Думаю, что тема раскрыта, ребята. Давайте сейчас немножко вернемся и резюмируем. Итак, поправите меня, если что. Первое, значит, это внешние факторы. Это, естественно, я хаотично буду называть. Это свое производство и научно-исследовательская база, естественно. То есть завершенный цикл. Второе – востребованный продукт, друзья. Третье, конечно же, маркетинг-план. Четвертое, ребята, система обучения. Ну и пятое, конечно же, вся сертификация, то есть вся вот эта, так скажем, внешняя структура. И внутреннее, ребята, самое главное – это во главе лидер. Второе – это первый уровень менеджера плюс обучение лидеров внутри своей структуры. Всем пока, друзья. С вами был бизнес-тренер международной школы САМО Виталий Кох. Удачи и до встречи, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok